МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы не раз обращались к теме совести. Конечно же, положительно характеризуя это особое свойство человеческой души. Но сейчас мы хотим взглянуть на это понятие с несколько иной стороны. Совесть в ее недостатках, потому что это ведь несовершенный орган. И об этом мы и в Священном Писании знаем, как апостол Павел про себя говорит, я за собой ничего не знаю, но этим не оправдываюсь, потому что иное дело мои измерения самого себя, другое дело Отче Господне, светлейшей тысячи солнца. Совесть в ее ограниченности. Вот тема для нашего сегодняшнего разговора за чайпитием. Ведь какие главные ее недостатки совести? Может быть, перед тем, как нашли о ней, необходимо дать какое-то определение? Как бы вы могли определить совесть? Ну, определение еще известно, тут и одним словом не скажешь. Совесть – это, как говорят отцы, это глаз Божий в душе человека, это его нравственное чувство, которое, если оскорблено или отвержено, то по-своему скорбит. И упреки совести – это называется Господом, несговорчивым соперником, с которым он не рекомендует идти к судье, чтобы судья не предал вечному заключению совесть. Это то чувство, которое позволяет человеку ориентироваться между понятиями добра и зла. Так что… Как некий компас. По характеристике апостола Павла, если люди знают закон Божий, то они судятся по закону, а если вне этого закона живут и не знают его, то тогда законам собственной совести и мыслей, которые то оправдывают, то обличают одна другую, в человеке каким-то образом сталкиваться. Эммануил Кант говорил о том, что две вещи убеждают его в бытии Божьем – это звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. Это какая-то объективность, о которой Аристотель говорил, именно ее называя догматами, какие-то положительные нравственные свойства в душе человека. Но мы сейчас, в общем-то, я предлагаю о другом поговорить. О том, что совесть надо иметь, и что совесть – это хорошо, и что человек бессовестный – это крайняя степень нерасположения к человеку, такими словами выражается. Но об этом мы, вероятно, уже не раз подымали вопрос. А вот в чем совесть наша ограничена? В чем наша совесть необъективна? Бывает ли, что совесть обманывает человека? И он, влекомый вот этим чувством совести, либо не поступает так, как должен поступать, либо, наоборот, мучается совестью из-за всяких пустяков, из-за чего не стоило бы мучиться, а он целую жизнь свою превращает в страдание. Совершенно понапрасну. Вот вопрос, собственно, мой был в чем? То есть, получается, что совесть – это компас, то есть возможность ориентироваться между добром и злом. Если человек знает закон Божий, да, то есть у него есть ориентиры, значит, стрелки поставлены в нужном направлении. И поэтому, если он пойдет, ну, надо на север, он идет на юг, то он действительно судится и говорят ему, ты там пошел не туда, сделал не то. Но эти стрелки, если они, получается, что они должны быть настраиваемы, то есть, наверное, человек же не рождается с уже готовой совестью к использованию. Совесть надо воспитывать. То есть она может либо быть до поры до времени неактивированной, либо к определенному времени излишне болезненной, больной совесть. Я не говорю уже сожженной. Что значит больная совесть? Ну, вот неправильно воспринимающая. Тем более, это глаз Божий. Ой, я пришел, меня не ждали, я всем тут в тягость. То есть люди приглашают человека, приходи к нам, пожалуйста. Мы вот и приготовились. Ой, я не смогу. Да что вы такое? Ой, да я, человек, я незначительный. Вы такие серьезные люди, что я буду вам мешать? Да что вы, зачем же помешать? Вот мы уж вам тарелку приготовили. Да нет, нет, я не могу. Я не могу, я буду занимать что-то место. Почему что-то место? Вот кто пришел, все уже сидят ваши. Нет, нет, разве нам неизвестна такая ситуация? Даже в церковной жизни это вокруг да около. Люди страдают комплексом, а вообще-то, кстати сказать, какие-нибудь психоаналитики назовут это вообще комплексом неполноценности. Ну, каким-то другим комплексом. Некоторые действия совести, которые не вполне объективны. Человек стесняется других, стесняется себя, стесняется действовать, стесняется творить. Но это совесть его укоряет? А это как бы дело совести или дело его какой-то мнительности? Да, вот как раз испорченная совесть именуется мнительностью. Мнительностью или навязчивыми идеями какими-то, которые подменяют или заменяют действие совести. Если мы совесть назовем действительно глазом Божьим в душе человека, то есть это какая-то по аксиомии положительная сторона человека. То тогда мы скажем, это не действие совести, это действие прелести, это действие лжи на душу человека, когда он в результате за внушение совести принимает свои ложные соображения. Такое, по-моему, нередко бывает. Для меня, как для христианина, несколько непонятны вот эти слова апостола Павла. Я думаю, как это он так может сказать, я за тобой ничего не вижу. Потом читаешь там, как вот, святых там отцов, говорят, ой, я грешник там великий, я там грешник, там грешник. И думаю, что апостол Павел вообще так о себе не говорил, так и не думал. А святые, и как вот, ну, а к христианину как относятся? Всегда видеть себе там грех. А с одной стороны, это как сложно. А вот мы про него подумаем, он всегда думает, что он грешен, больше всех. Тут как вот думать? Вот человек думает, что он грешен, всем извиняется, там все. Тут же можно с одной стороны подумать, что он духовный, а с другой стороны подумать, да ты больной вообще какой-то. Не то, что больной, это может быть свидетельством неправильного расположения совести все равно. Ну, давайте разберемся. Жизнь святых людей и жизнь кающихся грешников. Ведь есть разная степень очищения души. И на разных степенях бывают разные самочувствия и разные отношения к самому себе. И та первая степень, которая именуется очищением, она, разумеется, невысокая. И в этом состоянии говорить о себе высочайшие слова святого отца, «я и осел одно», может только дерзкий и неразумный человек. Или, как повторить вместе с Антонием Великим, «вся моя жизнь была непрестанным плачем о моих грехах». Так грешник, еще очищающийся, сказать не может. Потому что его чувство к Богу еще настолько отдаленное, еще настолько более интуитивное, чем ощутимое, мистическое, что с него достаточно и исповеди, а не откровения, помыслов ежедневного. С него достаточно иногдашнего самоукорения, а не всегдашнего сердечного плача. Поэтому надо понимать, что грешник-то, едва-едва кающийся, он еще не в состоянии, подобно святым отцам, как и Англесовичник рассуждает, говорить, входя в келью к брату, «брат должен помышлять обо мне, зачем-то он вошел в мою келью, а скверните, что ли, задумал». Вот. А не то чтобы... И это, во начинающем, мы скажем, это навязчивая идея, надо его излечить от этого. «Я никому не интересен, я в храме должен стоять где-то вдалеке, чтобы меня никто не видел». И он воспринимет мытаря за добрый пример своего постоянного поведения. И это будет, конечно, простите, но клоунада. Потому что в человеке еще не может быть вот этого духовного делания по его, собственно, ограниченности. — Грубо говоря, он должен себя естественно вести? — Естественно вести, да. — В своем положении. — Да. То есть совесть бывает, что... Это не совесть, а вот эта внутренняя несориентированность в настоящей духовной высоте, забвение о том, что есть монтажники-высотники, а есть чернорабочие, подземщики, к которым мы и относимся. Мы пока вывозим аугивы конюшни, и освобождаем нашу собственную жизнь. Боремся с самыми явными и тяжкими страстями. И здесь воспринимать на себя пример святых отцов, подыгрывать им смиренно слови, такое смирение пачи гордости. И очень симпатичные бывают люди, которые... Иудушка Головлев, маменька, другая. — Ну да, лицемерие. — Вот, лицемерие. И здесь вступает в такое внешнее, наиболее явное проявление человека, потому что с его мнимой вот этой кротостью. — Но совесть ведь обличает, но она и не всегда обличает. И не всегда же она должна обличать-то или как? — Такой человек гордец крайний. — Который не обличает. — Который играет в то, что совесть его обличает непрестанно. Говорись об этом хорошо. Слова святителя Феофана о том, что как ангелы непрестанно приносят Богу жертву хваления, так мы непрестанно должны приносить Богу жертву самоукорения, вынесено в эпиграф его симфонии богословской. И, я думаю, не случайно, потому что для него этот покаянный плач непрестанный стал причиной его затвора, совершенного и постоянного уединения от общения с любыми людьми. Но это уже действие особой благодати Божьей в очищенном сердце, которое дает возможность действительно непрестанного покаянного плача. — Ну, наверное, о таких вещах и не говорят просто так. — Ну, скорее всего, да. Скорее всего, так. И он-то искренне говорит о себе. — Ну, да. Но, с другой стороны, все равно непонятно. Одного совесть заводят в какое-то лицемерие, другого же она делает святым. — Ну, вот здесь нам только бы не спутать действительную совесть и вот эту навязчивые помыслы. Потому что навязчивые помыслы делают человека несчастным и делают несчастным тем, кто его окружает. Люди, не имеющие простоты и естественности, не стремящиеся к приветливости и к посильному служению ближним, себя сами загоняют в какие-то тупики переживаний. — Но если все-таки мы исходим из того, что совесть, она всегда, получается, говорит правильное, а если происходит как бы то, что мы принимаем иногда за действие совести, как, например, того, что меня не ждали, зачем я пришел и так далее, это на самом деле не действие совести, а какая-то мнительность, то есть не есть совесть, да? — Пожалуй, потому что детская простота, которую Господь, который нас Господь призывает, она, и апостол Павел говорит, да будет вам ей-ей, а не-не. А что сверх того, это слово Господа, то от лукавого. Не клянитесь, но говорите да, так да, а нет, так нет. Тут ведь к этой совести должна быть рассудительность. И мне знакомые опытнейшие духовники, царицы и добродетели, поставляют ее. Вот даже нету совестливости. Какой он совестливый человек, какой он чуткий, какой он ранимый. — Почему-то это синонимы. — А говорят, будьте рассудительны, взвешивайте, ибо всякая добродетель имеет свою подмену. Всякое смирение может быть проявлением еще сугубой гордости. То есть всякая добродетель может быть осквернена мотивами, мотивами неблагородными к ее исполнению внешне. — Ну, естественно, тем более, что действительно бывает так, что нам кажется, что милосердие, даже тоже милосердие, оно может в положительном смысле совесть не в смысле укорения, а в смысле ее вдохновения нас на добрые дела. Мы готовы иногда делать добрые дела дальним людям, но вот ближним в семье, мы оказываем меньше участия. Это же тоже проявление или неправильное употребление совести. Дело в том, что, почему, собственно, мне кажется, вот я постоянно возвращаюсь к этой теме, все-таки к тому, что совесть — это именно способность человека различать добро и зло, или это все-таки некоторые данные ему уже... — Это страдание, это страдание о зле, совершаемом тобой. — Или же это страдание о зле, совершаемом тобой, да. — То есть иногда за зло, которое ты совершаешь, принимается то, что естественно, то, что не является злом, а то и то, что является добродетелем. — Ну, вот может быть не случайно, например, в учебнике нравственного богословия дается определение, что совесть — это способность человека различать добро и зло. То есть это только способность. Но это не есть, как сказать, какой-то такой императив, который независимо от того, было ли ты христианином или нет, скажет тебе, что делать верно относительно, ну, как бы, абсолютной истины. То есть совесть — это лишь способность. А дальше, если ты работаешь с собой, ты себя получаешь в Писании, изучаешь заповеди, следишь за собой. — То есть, грубо говоря, уточняется, да? — Да, то есть она воспитывается... — Тебе говорили, вот это плохо, не надо делать, не надо ругаться матом, да, или там, нет, ну, давай тебе начнем с того, тебе пока не надо курить, матом ругаться, все остальное, пока давай мы, или там, на этом ограничимся, там, да, сначала, или там, не выпивать, там, или еще что-то. Потом, потом говорит, так, давай вот это отсекать, да, еще точнее. То есть ему уточняется, что это тоже нельзя. И совесть, наверное, сначала-то она его не обличала в этом. Ведь, как вот подумать, человек, пришедший в церковь, он сначала, если грехов своих не ведет, он и говорит обычно, ну, что ли, какие у меня там грехи, я безгрешник. Кто-то так говорит, тот, наоборот, что это. — Да, да. — А потом-то у него, сначала у него точняется, что вот это грех, иногда вот со мной общается, говорит, а вот это грех, а вот это грех. Я говорю, да, это грех, и это грех. И у меня всегда греха хочет много чего, много чего греховного. А как же так жить-то, да? — Понишь ничего. А в кино ты не сходишь, а в театр ты не сходишь, а это ты не посмотришь, а это ты не выпьешь, а пить ты грех. Я говорю, ну я сейчас уже говорю, нет, не грех. Ну в чём пить-то грех, в чём тут грех-то? Пить, может, и пивать хотят. Другой стороны, напиваться – грех. Да, там, ставить себе в голову в углах – грех. И вот у человека, у него наверняка уточняется, и уточняется, и чем дальше он духовно живёт, тем тоньше у него чувство восприятия совести. Тем справедливее, то есть его совесть реально реагирует там, где нужно реагировать, и отдыхает там, где нужно отдыхать. Ну во многом тогда получается, что больные действия совести – это следствие невежества. Потому что если мы самого человека не можем ожидать… Неправильные привычки. Конечно, например, такое страдание для многих людей, членов церкви – это пост в субботний день. Все батюшки в воскресенье служат. Все миряне призваны причащаться. Все знают, что среда пятница – постный день. Есть какое-то понятие, что суббота – день постный. Если ты хочешь в воскресенье причащаться. Такого не написано ни в каком каноническом документе. Такого нет в уставах монастырей. Ни в древних, ни в современных. Василий Великий, который никак не опровергает постных дней и постов, говорит о том, что все каппадокийцы причащаются четыре раза в неделю члены церкви. Среда пятница, суббота, воскресенье. При этом не назначая при всей его строгости никаких новых постных дней. И люди мучаются. Батюшка, батюшка, я пришла на службу. Батюшка, я сластолюбец, я не могу сегодня причащаться. Что случилось? Какой тяжкий грех вы впали, матушка, на восьмом десятке, накануне воскресного дня. Я вчера ела рыбу, а еще в салате оказался майонез. Горе мне, горе. Как я буду причащаться? Что должен делать священник, который в субботний день, конечно, пообедал так, как полагается, в непостный день. Ну, мясного мы там чаще не едим вовсе, а молочная какая-то пища и рыбная, справедливое украшение священнического стола. И что я должен сказать? Да, бабушка, совесть твоя чуткая, права ты по-своему, но не причащайся. Или я должен сказать, матушка, я видите ли, скажите, по-моему, меню вчерашнее. Вот, что вы потом про меня скажете? А если я священник, да еще монах, возглавляя литургию в отсутствии архиерея, так себе позволяю готовиться, то как я вас не допущу? Ну, скажу, хорошо, не причащайтесь, вы вчера рыбу ели. Каково мне-то? Я ведь должен быть примером у вас аскетизма, тогда давайте я на себя возьму, по моей чуткой пастырской совести, тоже поститься в субботу. Конечно, я должен разъяснить бабушке, что среда, пятница, постные дни. Вечером, любого дня мы не перегружаемся, особенно с коронной пищей, хоть субботней, хоть пятница, хоть воскресенье вечер. Всегда причащаемся натощак, это тоже устойчивая традиция церкви, которая отменяется только в самых крайних случаях. А в остальном-то, что это, невежество или очень чуткая совесть? Ну, в том-то и дело, что получается... Несориентированность в системе ценностей. Поэтому... Меру каждого свое, да? Ну, пожалуй, просто есть батюшки, которые настаивают на формальном приуготовлении к причащению, где-то вычитав о том, что три дня поститься, три канона вычитать. А есть совершенно другой подход, о котором пользуется всегда святитель Феофан. Всегда он говорит о необходимости умеренности, воздержании во всем. Ну и сам-то бывал, лечился молоком, даже и в постные дни писал о себе, как лекарство его воспринимает. Так вот, его приуготовлении к причащению, я об этом как-то даже доклад делал на феофанских, на одних из феофанских чтений. Не чтение, это был семинар для семинаристов из разных учебных заведений. И там было интересно выяснить его отношение к подготовку. И, конечно, образ жизни, конечно, сокрушение сердечное, конечно, благоговение, конечно, сознание собственного недостоинства. Вот о чем он пишет, как необходимое возбуждение совести перед причащением святых христовых тайн. Конечно, покаяние. Но вовсе не какое-то формальное накручивание сознания своего недостоинства, о том, что чего ты не начитал, а если ты прочитал невнимательно. Ты же эти каноны вычитал. И это называется, святитель Феофан, празднословием перед Господом и еще большим грехом, чем вообще не читать. Но получается, что здесь совесть, чуткая совесть такая, совесть, псевдосовесть, она вступает в конфликт с послушанием даже Церкви. Поэтому, конечно же, и с разумом, но и с послушанием Церкви в том числе. А проблема в чем? В том, что священное предание имеет не только формальный уровень, не только благодатный уровень, но и уровень традиции, практики благочестия, опыта веры, который передается от уст к устам. И апостол Павел, Иоанн Богослов, в слове Божьем, преуспевший более всех других апостолов, однако говорили, не хочу вам писать, дорогие мои, на бумаге или на папирусе, но от уст к устам. Я хочу быть с вами, чтобы насладиться верою вашей и моею, чтобы подражали вы мне, как я Христу, чтобы не в формальных каких-то определениях, но в опыте личного примера, в личном примере вы бы усваивали себе вот эти правильные, здоровые ориентиры для жизни вашей души, вашей совести. Да. «Черная икра», «Принесли осетрину», «Господи, пост продолжается у них, как можно жить вообще?» Или там, вот патриарх Никон час, целый час читал проповедь, «Господи, дай ему дар», как-то не разумение, а дай ему дар… «Лаконичность», «Кротости», краткости, воздержание, сдержанность, идет служба, там долгие-долгие службы были тогда, да, при Алексея Михайловича, который был самым набожным человеком, я не могу достоять, ринулся в левую дверь, там царь, там царица, так остался стоять на службе. Но эти удивления о русском благочестии и из впечатлений европейских путешественников известны, например, переживания Аббани, говорят, а то закроются в невозможно натопленном до красна помещении и друг друга хлещут ветвями. И называется это у них «не мучайтесь, а мытесь». «Совесть у нас является таким звоночком к покаянию, да, то есть она нас призывает к покаянию, а вот бывает и очень часто бывает, да у меня там, что греха таит, что совесть как-то, как-то вот ее не призывает она к покаянию, или даже, может быть, я ее там как-то…» «Бывает такое, знаете…» «Но какого-то чувства такого нет». Знаешь почему? Потому что у нас у всех оно бывает, когда греховное расположение тобой владеет до поры до времени. Просто не совсем совесть, совесть не только к покаянию призывает, но, как говорит преподобный Андреевич, ученик, покаяние – это завет с Богом об изменении жизни. Поэтому истинное покаяние, тот звоночек, которым призывает совесть – это позыв к изменению, а не просто к покаянию. Как вот насмехаются те, кто не знает, что такое вкус церковной исповеди. «Вот вы каетесь и грешите, каетесь и грешите, неплохо устроились, какой смысл только в этом?» Разумеется. Так вот, по-настоящему совесть побуждает к изменению. Изменение возможно с помощью благодати Божией. Для этого надо очистить душу от того скверного, что было, и еще душу запасти тем положительным расположением, которое также по силам сообщить душе благодать. Ну и что делать человеку, у которого нет такого искреннего раскаяния, как ему? Ну, знаете, как говорят, если нет любви, делай дела любви, и любовь придет. Так, и если нет, я по себе знаю, как и всякий кающийся грешник, если ты понимаешь, что надо исповедоваться в каком-то нерасположении к кому-то или излишнем расположении к кому-то, то не факт, что сразу после исповеди тебя оставляет это чувство, и не факт, что ты прольешь слезы на исповеди, искренне осуждая себя, хотя понимаешь, что Богу не угодно это твое расположение. И, тем не менее, делаешь это, ведомый тем самым, той самой рассудительностью, тем самым опытом тех людей, которые для нас примером являются. Мне кажется, мы приходим к такому осторожному выводу, что ни в коем случае не сообразуясь с католической подменой совести человека распоряжением папы и действиями клира, как Тартюф, подкатывая к жене своего благодетеля на ее вопрос, как же небеса, как же совесть, говорит спокойно, это мой департамент, там я все улажу. Сейчас позиция папизма о том, что непогрешимость папы обеспечивает в человеке, который настолько поврежден грехом, что даже пожелать добра не может, и совести у него толком-то говоря нет, и поэтому имеет право на подмену его совестью, этот, собственно говоря, сам уклад, так сказать, католической церковной жизни. Но, тем не менее, не столько стоит доверять своей совести, сколько мнению опытного наставника, сколько его терпимости или нетерпимости к тем или другим переживаниям твоей души. То есть мы в результате не можем сейчас в результате нашего разговора оставить человека наедине своей совесть, сказать, ну тренируйте совесть, друзья. Вот делайте зарядку по утрам. Конечно, кто читает вечернюю молитву со вниманием и вечером вспоминает грехи прошедшего дня, во многом утончает и делает ее более грамотной. Но, с другой стороны, нет гарантии не уклониться в какие-то крайности. То есть, собственно, не автономно. Она обязательно должна руководиться церковью, да. То есть не то, чтобы именно этим человеком, потому что действительно человеку свойственно ошибаться. Но тогда, пускай мой духовник будет участником этой святоотеческой традиции. Которую я чту. Ну, как это определить? Ну, это надо подумать, взвесить. Но думается, что именно вот это можем и сделать, как такой промежуточный вывод нашего сегодняшнего разговора. Дорогие телезрители, просим строго не судить, поскольку, конечно, тема глубокая. Видите, такая, что называется, психологическая. Вот, каждый из нас в меру своей ограниченности может в нее проникать и подбирать слова, соответствующие своим впечатлениям. Но надеемся, что наши, может быть, неумелые размышления воодушевили в вас какие-то глубокие мысли и откровения, благодаря которым в этом вопросе действий совести мы с вами будем разбираться несколько лучше. Помоги нам Господь, Божья вам помощь. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok